В Волгоградской городской думе вопрос о передаче стадиона «Зенит» в областную собственность повис в воздухе. Отсутствие кворума не позволило депутатам рассмотреть ни этот вопрос, ни прочие проекты повестки дня, которые у нардепы начали накануне. Напомним, что накануне исполнивающий обязанности главы администрации Волгограда Владимир Савакарь неожиданно для депутатов попытался внести в повестку дня заседания думы вопрос о передаче «Зенита» в ведение региона, якобы для реконструкции и дальнейшей эксплуатации футбольным клубом «Ротор». Однако депутаты за это предложение не проголосовали. Одни народные избранники воздержались от комментариев по поводу «Зенита», другие напротив активно комментировали. Выразить свою позицию на этот счет в городскую думу пришла олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева. Насколько сегодня я послушала, никаких до конца правовое заключение, оно отрицательное, до конца таких документов не проработано. Я ни в коем случае не против футбола, и я рада, что у нас будет чемпионат мира. Но чтобы это было не в ущерб именно другим видам спорта, который у нас тоже активно получает медали, достигает каких-то результатов, во-первых. Во-вторых, чтобы как это все было более грамотно, правильно, чтобы был какой-то компромисс, не было такого, чтобы все порубить, всех выгнать, и команда стала играть. Тут личный интерес, и это становится неприятно больше всего. То, что происходит сейчас, я считаю, что это совершенно хаос, и принимать решение в таком виде просто нельзя. Совершенно бездарно, в правовом отношении составлен документ, который несет за собой вообще непонятные последствия. То есть там были отражены такие моменты, передача собственности муниципального учреждения в государственную собственность. То есть это совершенно не соответствует правовым нормам. Нам внятного ответа не дали, зачем передавать. И я думаю, что этот проект решения, он должен быть однозначно отозван администрацией. В ППХ такое решение принимать нельзя, потому что там функционирует муниципальное учреждение бюджетное, которое оказывает услуги подросткам нашего города по занятиям детскому спорту. Поэтому прежде чем рассматривать этот вопрос, надо решить комплекс вот этих вот проблем с детским спортом у нас в городе. А потом только решать вопрос о целесообразности передачи этого объекта в государственную собственность. Это нужно время, я считаю, что это несколько месяцев на это потребуется. И, наверное, это решение надо принимать следующим составом Думы. Там занимается очень много, множество спортивных секций, которые занимают помещение муниципального учреждения «Зенит». И их судьба неизвестна. Где они будут? На улице заниматься. Либо их распустят, либо их выгонят. Второй вопрос – это, конечно же, где у нас будут заниматься детские и южные спортивные школы. В том числе детские и южные спортивные школы, которые мы создавали недавно. Номер 11 Олимпийского резерва по футболу. Если мы их будем закрывать школы в угоду команде главной, это тоже неправильно. Надо совместить интересы и главной нашей футбольной команды региона, и тех тысяч и тысяч родителей, тысяч и тысяч молодых людей, которые приходят на «Зенит» и каждодневно занимаются спортом. Можно сделать не передачу в государственную собственность, все-таки безвозмездное пользование. И это будет менее безболезненно для муниципалитетов. И другие регионы, в том числе Казань, при подготовке универсиады, она не все объекты передавала в областную собственность для того, чтобы провести универсиад. Это были субсидии, субвенции с высшестоящего бюджета. Поэтому такие же варианты нужно проработать. Просто нужно хорошенько раскинуть головой. И действительно подумать, как это возможно сделать, и сделать это безболезненно. Не надо ничего делать с коленки, и ничего не надо рубить с плеча. Продолжение следует...